здравствуйте друзья у нас как бы в некотором смысле продолжается новогодняя тематика и я бы так назвал вот сегодняшнюю рубрику такое письма санта клаусу но это в данном случае вот я под санта клаусом здравствуйте михаил и такая рождественская история хоть и просто письмо хотел бы выразить вам свою благодарность за то что вы и ваш канал открыли нам глаза на то как сильно отличается жизнь в америке от жизни в постсоветском пространстве пишет женщина ваши видео дали нам толчок и понимание того чего мы сможем получить на самом деле мы всю жизнь прожили в маленьком город городе караганда никогда не думал что он маленький ну хорошо караганда казахстан и за почти 30 лет молодые ребята так никогда не задумывались что живем мы в ужасающих условиях даже так могли бы никогда не узнать в которых люди в принципе жить не должны но так как видимо местная пропаганда работает отлично мы даже не соображать не обращали на это внимание считали это нормой теперь пропаганда виновата ты понимаешь как и даже имея профессию которая открывает все двери скобках программист мы пытались наладить быть на родине и если бы не вы то мы бы наверное даже бы приблизились к условиям приближенным к пригодным для выживания людей причем по меркам местного населения мы зарабатывали очень хорошо но к сожалению как вы и говорили toxic environment токсичная среда такая мы изменить не могли поэтому вокруг все равно всегда была бы разруха вплоть до того что в районе где мы жили отсутствовала центральная канализация при том что буквально лет двадцать назад она была но потом забилась и всем властям живущим здесь людям было плевать ну может быть людям меньшей степени кажется для них проще вырыть яму и при наполнении сливать ее содержимое просто за забор как и выкидывать мусор как это за забор ну хорошо и это город с населением 600 тысяч человек все-таки не такой маленький 600 тысяч до каждый за забор все но вот однажды ничего не предвещало беды это так зайчиком таким тип со смайликом ничего не предвещало беды возвращается муж с работы весь на эмоциях говорит что нашел ваш канал на ютубе и посмотрев несколько видео он прозрел знаете у меня тут был один пастор протестантский и из наших соотечественников там где-то лет в 40 уже в америку приехал и тут на него значит нашло и я говорю а как же он говорит уверовал вот и и тут тоже так вот раз и дошло прозрел прозрел вот прозрел вы смогли его убедить я я не пытался и донести что так жить нельзя что где-то там есть страна где все для людей а именно америка и что имея профессию программиста уехать не составляет фактически никакого труда но честное слово я не даже близко такого не говорю это просто восприятие у людей так ну хорошо после этого мы поставили себе цель уехать в эту прекрасную страну и вот спустя примерно год мы с 31 этажа смотрим на прекрасные джорси сити за эти меньше чем два месяца они уже тут два месяца к мы поняли что у нас все складывается не просто хорошо а прекрасно а перспективы открытые нам вообще захватывают дух нет проблем с канализации тогда хотелось бы еще добавить что было бы замечательно если бы я еще сильнее развеяли у людей все страхи и мифы об америке своим просвещением дедушка мороз значит так несколько наших неоправданных страхов вот у них были страхи но не оправданы первое здесь далеко не все заоблачные профессионалы своего дела это правда а также обычные люди а такие же обычные люди с разными уровнями поэтому большинство может найти свое место но уже если уж программисток точно есть профессии где гораздо острее конкуренция гораздо особенности с языком связан второе английский язык на уровне b1 скобках intermediate вполне достаточен для старта вот я честно говоря не знаю что там за буковки эти b1 b2 это кто их там так оценивает ну вот уровня intermediate короче достаточно для старта третье оказалось что оформление виз переезд и так далее не непосильная задача и вполне можно было взять ее на себя мы же этого очень боялись поэтому решили переехать с помощью компании бодишопа по визе или что конечно отразилось на нашей зарплате это я не очень понял сказать по правде потому что я не понял какая была альтернатива то слава богу есть бодишоп который их перевез а а так бы они как по какой визе ну неважно и если вы не против то хотели бы через вас поддержать всех собравшихся переезжать и посоветовать не вот этот совета интересный мы поговорим не бойтесь рвать все свои связи с друзьями роднёй они как якоря будут тянуть вас на дно это уже как-то и теряется рождественский характер тянуть вас на дно даже когда вы уже будете в америке к сожалению люди постсоветской культуры никогда не порадуются даже за собственных детей вы легко найдете здесь себе новое более здоровое окружение еще раз большое спасибо и с праздником с праздником это ключевое давайте я уже поеду на работу и так может быть прокомментирую немножко вот она друзья хваленая калифорния люди в дубленках тут только что снега нет но это у нас тут в кремниевой долине здесь за большие деньги специально создается такой микроклимат без снега да а может она сама так даже не знаю так давайте мы к нашему письму я только выскочу так безопасненько чтобы никого не обидеть на дороге 3 января кстати я так не сказал но на всякий случай 3 января первый рабочий день у нас фактически и ребята свеженькие они только приехали два месяца и немножко так в эйфории чувствуется от того что переезд оказался как-то проще чем они может быть ожидали и вот как бы так они радостно делятся спасибо им большое вот меня немножко так и знаете не то что там сильно задело но я бы я бы некоторое предостережение какое-то со своей стороны сделал по поводу вот того чтобы там рвать связи там родственники друзья там и токсичный инвар вид в котором они жили видимо включает не не только там тех кто в подъезде значит мочится но и вот скажем родню людей которых не поддержали но из из письма вот когда они говорят там не бойтесь рвать да я чувствую что им досталось по этой части от родственников и знакомых безусловно намного приятнее на порядке приятнее когда люди которые для тебя как бы родные и близкие и вроде бы друзья и вроде бы много лет там как-то вы знаете друг друга тем более если они там родились выросли в этом городе они там много народу знают и наверное они по неосторожности так как-то всем подряд начали высказываться я не знаю я пока так спекулирую предполагаю но явно их зацепило это дело я был бы осторожнее вот в таких вещах как рвать там какие-то связи тогда тем более родственники знаете особенно близкие родственники и вот это вот фраза насчет родителей которые за детей не порадуются и так далее вот тут бы я уже совсем даже не согласился родители могут бояться чего-то и родители могут ну как-то сказать не разделять ваших планов да и собственно когда мы уезжали у нас была такая же история то есть родить но мои родители не не разделяли нашего энтузиазма и как бы даже наоборот я рассказывал у отца был инфаркт на этой почве он должен был подписать нам бумажки что нет там материальных претензий у него был инфаркт и вместо него подписывал наш товарищ там нотариально был был пришел нотариус нотариально заверял там и так далее поэтому что я хочу сказать что это не потому что родители не желают вам добра это потому что родители понимают вот этот добро как бы да по-другому но но это не не делает их менее родными людьми это не делает их менее заинтересованными вашем успехе счастье там и так далее и так далее и так далее кроме того у них может быть какие-то планы были на вас да то есть вот родители они готовы у нас дети детям уже под тридцатник они думают но вот внуки будут знаете как бабушкам и дедушкам хочется как чтобы были внуки что было следующем поколении там и так далее и и пусть вы не какие-то виды были на собственную жизнь там связи с вами и так далее вдруг раз куда-то уехали может быть какое-то огорчение с этим связано но я бы все-таки посоветовал в этих делах более взвешенно что ли подходить потому что все родственники это не не то что вот вы сошлись и разошлись там и разбежались это все-таки вам как бы сверху дано понимаете и и навсегда дано то есть там брат не перестанет быть братом там мама не перестанет быть мамой давайте другой мамы не будет и другого брата не будет вот друзья это отдельная история вы можете с ними в какие-то моменты сходиться или в какие-то моменты там расходиться и и есть такая мулька я не знаю насколько это научно там подтверждено но вот я неоднократно встречал там разных источниках что а семьи создаются в большей степени на различиях между людьми то есть люди тяготеют к созданию семьи с друг с непохожими людьми на них самих а дружба наоборот вот дружат люди которые похожи а в брак вступают люди которые гораздо меньше схожи то есть они дополняют друг друга пойти семье мы дополняем друг друга в дружбе мы усиливаем друг друга и поэтому если у вас поменялся план эти вот ведь мечта произошло люди изменились вот вот жили люди им было там по 30 лет они всю жизнь прожили у них были какие-то друзья эти друзья там десятилетиями может быть там собирались до кучи и как-то все это функционировало и вдруг эти люди изменились друзья же не стали плохими понимаете друзья не стали другими они всегда такими были изменились эти люди эти люди говорят я больше так жить не хочу я вот вот этого больше не принимаю они изменились естественно если ты меняешься тебе надо менять круг людей с которыми ты общаешься потому что для того круга который есть они же тебя тоже переживают они же близкие тебе по духу люди это же не случайно и не тоже так в паспорте тебе написали вот он тебе близок по духу они тебе близки по духу вы много лет вместе и вдруг ты изменился и ты радостно им говоришь я теперь другой а не когда ты чокнулся да ты посмотри хотя они они как бы ну сопереживают и это не значит что если они сегодня допустим вас не понимают и не поддерживают это не значит что они и дальше не будут вас понимать и поддерживать вот так как допустим муж вот автора письма вот он уверовал в какой-то момент там посмотрел пару видео и и уверовал понимаете то же самое и что тоже на самом деле не очень обычно правда вот там вдруг что-то он глянул и вдруг понял что всю жизнь жил неправильно значит нетривиально но и друзья как бы до близкие им до какого-то момента люди они может быть тоже чет такое поймут вот другое дело что ты не хочешь себя подставлять под негатив это правда но надо просто осторожнее быть вот если вы решили чем-то таким заниматься то ну смысле вот ехать как-то жизнь менять то вы смотрите по сторонам и может быть не надо так всем рассказывать есть люди которые зная что для окружек окружение их это может быть неприятно вот они просто скрывают они до последней минуты там никто не знает такое тоже есть сколько хочешь такого так что вот это как бы мой такой совет все-таки безусловно на новом месте вы приедете у вас возникнут новые связи новые друзья люди которые приезжают в другую страну они очень тяготеют к созданию этих связей и как бы они легко образуются здесь на месте да тем более сейчас социальные сети есть господи тут и тусовки и кроме того нас много сейчас но вот вот нас всюду много и в калифорнии нас много и в нью-йорке там многое в бостоне и кенсильвании там и в сиэтле и портленде и где угодно нас много достаточно много чтобы были люди близкие с которым можно было бы дружить близкие по духу вот так что если хочется дружить именно вот с отечественниками есть люди которые шарахуются от соотечественникам от соотечественникам говорят я приехал в америку я теперь буду дружить только с местными ну пожалуйста дружи с местными всем пофигу твое дело так что да а так в целом я за ребят рад единственное конечно что вот эта эйфория когда первых двух месяцев пройдет там трех мы не знаю сколько там полгода встанет вопрос о том где где моя гринкарта потому что виза эль так же как и виза вич в англии они с одной стороны имеют потенциал для превращения в гринкарту а с другой стороны само по себе это не произойдет то есть они должны озаботиться теперь этим ну как бы первый шаг сделан да дальше второй третий там четвертый пятый десятый двадцатый как бы вот начал такого пути да мне нравится что они в восторге что они радостные вот и как бы я думаю что для наших зрителей вот почему мне это письмо как бы кажется ценным интересным достойным прочтения потому что люди не ожидали что у них просто решится вопрос то есть они говорят мы не знали что так просто что вот оказывается я говорю что это так просто нет я не говорю что просто я говорю что он решаемый я даже представить себе не мог что в течение года из караганды люди уже могут оказаться в сша вот прямо вот так давайте как интересно это фактически если они по визе или они должны были тут же вот тут же там посмотрев пару видео пойти найти работу в каком-то там какой-то компании там у себя в стране которая да надо было год там проработать год проработать чтобы тебя компания могла перекинуть в сша по визе или то есть как-то у них мгновенно все получилось они они даже может быть сами не поняли как это так вот и произошло это не значит что у всех будет так же просто давайте и так далее но молодцы здорово что повезло здорово что проснулись вот и я-то я-то думаю что он бы может еще кого-то нашел то есть если человек уже начал искать что-то вот у него он открылся к тому чтобы потреблять такую информацию то наверное он бы еще кого-то увидел до раз пошел там на youtube и может быть и другие люди вдохновили но я я рад что это были мы так что вот друзья такая новогодняя история и и хочется чтобы к новому году следующему там еще какие-то у нас были такие вот истории чудодейственных превращениях потому что в новогоднюю или там в рождественскую новогоднюю ночь возможно все да как тут сказал на днях президент российской федерации я дословно не помню а так что вот каждый из нас может немножко так стать чародеем да вот друзья значит за это и я предлагаю но не так не выпить но порадоваться счастливо